здравствуйте уважаемые зрители хочу предложить вашему вниманию немножко необычную вот такую мушку она связана тандемом с крючком и выполнена в форме не зацепляйки лет 25 назад что-то похожее я видел было изготовлено вязальщиками во франции но используя с немножко другой материал но принцип тот же наращивание вот и так крыльев я изготовил свою мушку которая довольно таки успешно работает по любому хищнику выполнена на повторюсь форме не зацепляйки можно ее огружать и джигом ловить у дна можно у поверхности давайте приступим к вязанию берем хороший карповый крючок промазываем цевьё немножко клеем я подготовил уже вот такую проволочку можно леску все что вы у себя найдете дома из заготовок то можете приспособить укладывая ее поверх цевья и начинаю ее приматывать так чтобы ее хорошо прикрепить немножечко я сделал подогнул площадочку для того чтобы на всякий случай при поклевках не вырвалась конструкция проверено как с леской так и с проволокой так что можете уверенно и проволоку и леску вязать леску желательно использовать толщиной больше одного миллиметра тогда будет достаточная жесткость конструкции и в то же время будет крепость теперь я беру подкрашиваю немножко фломастером спиртовым свою белую нить можно поменять можно поменять и промотать все это красной ниткой так чтобы покрыть нашу белую нить и сделать опушку и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как у нас крючок будет идти вверх, он у нас и так уже не зацепляйка, и мех дополнительно не даст всякой растительности цепляться на наш крючок. Уберу подшерсток, поломанные. Сильно можно не убирать, так как кисточка чем пушистее будет, тем лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И разредоточив мех равными частями возле колечка, креплю наш песец. Раз... Обхватили вот так, развернули и прихватили притяжной петлей. Раз... Два... Распределили мех так, чтобы он у нас равномерно был со всех. Вот такой кисточкой должен быть. И теперь еще наношу клей на место крепления и окончательно прихватываем нашу кисточку. Опушку для крючка. Можно добавлять люрекс, можно не добавлять. Это уже как вы захотите. По-разному я изготавливал. Ловит абсолютно одинаково, в разных-разных вариантах. Делаем завершающий узел и снимаем нашу конструкцию. Вот я подготовил крючок, сделал его не зацепляйкой. И теперь будем крепить последовательно все наши элементы. Берем наш крючочек, который мы изготовили с поводком, вымеряем длину, какая нам необходима. Вот приблизительно столько будет достаточно. И теперь, так чтобы у нас не ушла наша проволочка ни влево, ни вправо, слегка вот так подхватываем. Посмотрели, проверили. Да, меня все устраивает, все очень хорошо. Промажем клеем и хорошо промотаем. Как вы видите, здесь я тоже сделал небольшой бортик на проволоке. Можно ее слегка поширошить напильником, надфилем, наждаком, чем вам будет угодно. Слегка подплескать для того, чтобы создать неровности. Ну так, чтобы у нас достаточно хорошо сидело. Если используется леска, можно поджать ее бокорезами. То есть, вы можете использовать ее кусочки, чтобы создать ее кусочкой. Как вы видите, здесь я не могу подплескать. Но я позволю вам сделать это. В таком случае, я не могу подплескать. Все это, так сказать. Да, я хочу подплескать. Теперь вместе мы будем, в месте крепления закрепим синель. Я использую вот такую тесьму, которую купил в волонтерейном магазине. Креплю ее здесь же, не по всей длине цевья, а в одной точке. Так как мы все равно будем с вами делать ступенчатое тело, и нам без разницы, с какой ровности оно у нас здесь будет годиться. Добавим немножко клея и промотаем пару-труйку оборотов. Вот так. Не отрезаем, прихватываем синель. И крепим первый элемент нашей мушки. Это будет пучочек красного меха бактейла. Я вам уже его показывал, как использовать. Подровняли кончики, обрезали лишнее и закрепили. Стараемся сильно не нагромождать материал, так как мы будем вязать в одной плоскости мушку. Закрепили вот так. И место промазываем клеем. На первый взгляд кажется сложное, но в то же время в изготовлении довольно-таки простая. И в то же время очень уловистое. Можно делать ее и с огрузкой, и без огрузки. Как вам будет удобно, в каких вы условиях будете рыбачить. Так же делаем пару-тройку оборотов и крепим. Закрепили. Теперь мы берем немножко оранжевого бактейла. Если, повторю, у вас нет в наличии такого материала, с успехом можно использовать мехписца. И как-то я изготавливал из перьев, то есть подбирал разные перья по цветам. Ну, это довольно-таки хлопотное занятие. И недолго наши перышки в щучьих зубах служат. Вот мы подготовили вот такую щепоточку. Она должна быть слегка вровень нашей красной. Ну, может быть, даже и чуть короче. Это не так страшно, потому что верхняя часть крыла у нас будет закрывать все. Промажем нашим клеем обязательно. И здесь же крепим. Закрепили. Вот у нас вышла такая симпатичная конструкция. Промажем клеем. И теперь добавим немножечко люрекса. Цветовую гамму можете подбирать, как вам будет удобно. Я беру вот такую хорошую щепотку люрекса, потому что щука у нас полюбляет, когда все блестит. И этот пучочек я вот так вот приблизительно делю пополам. И в точке крепления меха прихватываем люрекс. Вот так. Прихватили. Остатки отрезали. Промажем еще клеем. И на это же место я добавляю небольшую щепоточку зеленого меха. Вот так. Хорошо промотали, подровняли. И теперь немножко промажем клеем и замотаем это место нашей тесьмой. Прихватили. 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 Опять добавляю люрекс. Прихватили. Но укладываю уже все вот так поверху. Остатки отрезаем, промажем немножечко клеем и промотаем. Теперь я беру щепоточку цвета шартреса меха. Чередование цветов вы можете подобрать, как вам будет удобно для вас лично. Мех скользкий, крепить неудобно, поэтому желательно использовать клей, он тогда позволяет нам немножечко справиться с нашим мехом. Вот так мы сделали еще одно крыло. И теперь в этой же штучке я подготовил вот такой пучочек меха неокрашенного бактейла. подравниваю и креплю поверх нашего меха цвета шартреса. Приложили. И так же стопочкой стараемся, чтобы мех у нас не уходил. промажем немножечко клеем. подравняем кончики меха. подравняем всю нашу конструкцию. Вот так. И теперь промотаем окончательно, хорошо, крепко в этом месте наш бактейл. Теперь я подготовлю черный люрекс на крышу. или же можно использовать перья павлина. Вот я взял черного люрекса, щепоточку, и теперь в месте крепления нашего меха закрепляю его так, чтобы у меня спиночка была черная. черная. Рассредоточили поверху, подравняли, подрезали. и теперь я поправлю крючок, как мне будет удобно. Вот так. И теперь нам необходимо еще положить немножечко люрекса. в самый последний момент я добавляю блестящий вот такой вот люрекс, который очень хорошо работает при недостаточной освещенности по краям. приложили, прихватили. и теперь всю нашу конструкцию, которую мы изготовили, обматываем нашей, сейчас подклеим немножко и обматываем нашей синелью. и формируем сразу головку. вот мы с вами закончили нашу мушку, приклеили глазки, и она у нас готова уже к рыбалке. как я уже говорил, довольно таки уловистая приманка. И потом я еще раз повторяю потом, что это было бы неизвестно. И теперь я хочу, чтобы я приезжая к рыбалке, и�о подклеил на талон сж pётром. и теперь мы представим, что это будет управление к рыбалке сжалом. Продолжение следует...